На этой неделе одно чепушило приличных людей чморило. Ой, простите, чурило. Чурило, чморило, чморило, да не вычморило. Попробуйте повторить это быстро. Чурило, чморило, чморило, да не вычморило. Вот послушайте, чего оно навякало. На следующей неделе зубы российских чертей заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. И эта марионетка Путина лишь начало. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и свершиться правосудие, ибо нас на Украине ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение. Напоминаю, что чурило, это его на самом деле так зовут, а чепушило, это кто оно на самом деле есть. Ну, если не нравится слово чепушило, можно еще чучело. Тоже хорошо подходит. Это вот когда-то было мужчиной, потом, как у них теперь модно стала женщина, и в качестве женщины возглавляет теперь весь пиар, весь голос украинской армии. Мне даже страшно представить, что об этом думает украинская армия, потому что украинская армия, несмотря на обстоятельства, в которых мы все оказались, это во многом все-таки наши люди. И смотреть им вот на такое, и слушать, как их защищает такое, ну, я думаю, по-русски говоря, западло. Так вот, это чепушило наговорило, что оно будет охотиться за кремлевскими пропагандистами. И уже на этой неделе, то бишь теперь уже на минувшей неделе, кто-то из кремлевских пропагандистов трагической смертью умрет. Ну, мы, естественно, обратили на это внимание разных полудухлых дышащих на ладан организации, сказали им, написали, что, дорогие организации, вы хоть и дышите на ладан, но, коли вы все дышите все еще, надушите как-нибудь на свое чепушило, потому что в приличном мире вроде бы так не водится, чтобы за кем-то охотиться и кого-то взрывать, убивать, что они проделали уже не раз, ну, так вот в открытую об этом говорить. Ну, чепушило, естественно, заявило, что опять во всем виноват Раш Тудей, что его не так поняли и поправилось через пару дней. Вот как оно поправилось. Послушайте. Обновление. Арти предположила, что мое заявление было слишком расплывчатым. Позвольте мне четко повториться в отношении кремлевских марионеток Саши Коца, Марии Захаровой и так называемого начальника прав человека России. Теперь чепушило по имени Чурила угрожает, что после окончания войны в тюрьме будут сидеть Маша Захарова, наш друг, журналист, известный Коц и Фадеев, который бьется за права человека. И у меня в связи с этим только один вопрос, но очень серьезный. Малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаке. Ну, на самом деле, обидно. Ну, обидно же. 20 лет с лишним работаешь на Кремль, пропагандируешь, пропагандируешь, пропагандируешь. И ни одну чепушило тебя даже посадить не хочет. Ну, как так? А если серьезно, то хочется мне сказать от своего имени, я уверена, от имени ребят, всем этим чепушилом. Вы кого хотите запугать? Вы хотите запугать людей, которые бились за Донбасс задолго до того, как это стало мейнстримом? Которых не то, что эти ваши чудики кастрированные, а высокого ранга люди, чиновники, большие люди в своей собственной стране, знаете, как по губам били за это? Бывало. Знаете, что мне сказали вот после этого моего выступления? Это Украина меня за это объявила, международный розыск и так далее. А здесь тоже мало не показалось. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. И после этого не то, что какие-то чепушилы на меня фыркали, а очень ответственные товарищи в моей собственной стране, чьим мнением я дорожу и прислушиваюсь, рассказали мне про Минские соглашения, про нечего выступать, когда тебя не просят, и нечего говорить, о чем не просили. Только один человек, один человек всего-навсего мне сказал, все правильно сделала. Правда, это такой один человек, который некоторых других стоит пучок. Но тем не менее. Пугайте, я не знаю, косметологов своих пугайте, детей пугайте в ваших странах и взрослых, пугайте пластических хирургов, которые вам ваши пиписьки отрезают, сиськи вставляют. Пугайте кого хотите. Нас пугать не надо. Не тратьте свое время. А мы пока займемся своим делом, как мы им занимаемся каждый день и занимаемся им, например, вот так. Вот такой ролик прислали мне бойцы с фронта. Я разрыдалась, когда его посмотрела. Смотрите до конца. Муж моего восемь раз пересмотрел, тоже в конце раз плакался до конца. Посмотрите. Вот я только что по дрону противник. Где-то здесь ты должен быть. Вон она, давай, цепляй. Забирай, забирай ее. Бери, не бой. Давай, давай, давай. Красавица! Спасибо, Маргарита Симоненко, за дронобойные ружья! Слава России! Значит, ребята мне сообщили, что вот два таких ружья уже за короткий срок посадили восемь беспилотников вражеских. Значит, я объявляю всем, кому надо еще, мы купим еще. Я куплю, что смогу сама, что не смогу сама. Пойдем соберем, найдем, убедим. Если эти штуки спасают жизни, значит, мы будем делать то, что от нас зависит, чтобы спасать ваши ребята жизни. Пока вы спасаете наши жизни и нашу Родину, там на фронте воюю я вот с этими чепушилами. Напишите мне здесь, в комментах пишите, в любые мои соцсети, где открыты комментарии. У меня много аккаунтов. Пишите. Обязательно с вами свяжутся помощники. Конечно, там, вы уж поймите, проверят не мошенники ли, потому что надо быть полным чепушилой. Что-то мне это слово прям запало сегодня, чтобы на таком мошенническе собирать деньги. Ну и такое тоже случается совсем недавно была у меня история, когда от моего имени создали телеграм-канал. Вот этот, который, естественно, не имел ко мне никакого отношения. Собрали миллионы, прежде чем я это заметила и написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили, уже их поймали. Все нормально, но тем не менее. Люди на помощи фронту мошеннически собрали миллионы. В общем, вы пишите, мы свяжемся, поймем, что это настоящие наши живые бойцы. А не придурки, которые паразитируют на их крови и на нашей общей войне. И все найдем, и найдем возможность отправить это на фронт. А я вот кланяюсь вам просто, вот бойцам, которые в этом ролике, и всем другим, кому нужна помощь, пишите. Бульвар генерала Карбышева является излюбленным местом для прогулок жителей района Хорошова-Мневники. Несколько лет назад здесь была проведена масштабная реконструкция. Все дорожки на бульваре теперь вымощены плиткой. Установлено дополнительное освещение, скамейки, разбиты цветники и клумбы, обустроен фонтан. В сквере расположился павильон «Здоровая Москва». Бульвар любят юные жители города и их родители. Своим именем бульвар обязан генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Михайловичу Карбышеву. В 1980 году в его честь был установлен памятник. Эта территория – любимое место прогулок и отдыха жителей района. Здесь есть новые качели и горки, уложено мягкое покрытие для безопасности детей. Москва меняется. Будете в северо-западном административном округе – прогуляйтесь по бульвару. Тут Европа напугала ежа. Ну, напугала ежа голой задницей в прямом смысле слова, потому что они запретили теперь не только машины с российскими номерами возить Европу, не только бирюльки всякие, косметику. Они запретили возить туалетную бумагу. Это, представляете, уровень понимания ими нас, что они всерьез думают, что русский человек, отправляясь в Европу, берет с собой туалетную бумагу. Я вот не могу понять, это они о себе думают так плохо, что мы не рассчитываем на их туалетную бумагу и на всякий случай берем свою? Или я даже не… Да, ну, наверное, я как-то не могу даже придумать логического другого объяснения. Я помню времена, когда мы ездили со своими кипятильниками, чтобы не тратить деньги в ресторанах, в кафе, даже на чай. Я вот закипятил и съел или суп себе в раковине сварил. Да. Ну, а туалетная бумага, она же, в общем, в таких местах бесплатная. Бесплатная, значит, мы ее с собой берем за чем? За тем, что она, наверное, хреновая. Вот послушайте внимательно сейчас, пожалуйста, и мне напишите, может быть, я пропустила. Мне вот требуется все-таки уточнение. Может быть, я пропустила в этом их объявлении. Еврокомиссия дала разъяснение о том, можно ли ввозить из России автомобили и личные вещи с санкционного списка. В ЕС запретили ввозить товары российского происхождения или экспортированные из России. Запрет касается косметики, средств для волос, гигиены полости рта и зубов, фотоаппаратов, телефонов, туалетной бумаги и прочих вещей личного пользования. Какое мне требуется уточнение? Мне кажется, это упущение Евросоюза. Они никак нигде не пометили туалетную бумагу. Нельзя с собой ввести чистую или использованную? Это важно, на самом деле, важно. Потому что, пометуя об опыте ЦРУ, это сейчас не шутка, это исторический факт, разведчики ЦРУшные в Восточной Германии, в тех местах, где у нас, у советской армии, бывали учения, они после этих учений бродили по лесам, внимательно исследовали наши отхожие места и собирали там все, что использовалось нашими солдатиками вместо туалетной бумаги. Потому что туалетной бумаги как таковой, конечно, на учениях ни на каких не было. Это же все-таки не люкс, свадьба там какая-то, не медовый месяц на Мальдивах. Это учения. И братцы пользовались кто чем мог, а чем мог. Или газетой, или какой-нибудь разнарядкой, указивкой, приказом каким-нибудь ненужным. И вот ЦРУ на полном серьезе ходила, их собирала, очищала, насколько могло. И учитывала страшные секреты. Поэтому, Юрсоюз, вы определитесь. Если вам вот это, ну тогда хотя бы понятно целеполагание. Тогда вы все-таки не окончательно рехнулись. А если все-таки вы имели в виду чистую туалетную бумагу, ну тогда рехнулись, да. Целых 8 гектаров в окружении живописных насаждений в Крылатском. Это детский парк развлечений «Сказка». В парке более 40 классических и новейших аттракционов, десятки тематических локаций, мест для отдыха и корпоративных встреч на свежем воздухе. Парк принимает гостей круглый год. Здесь можно отдохнуть всей семьей, зарядиться позитивными эмоциями и даже отметить день рождения. Ребятам всех возрастов парк предлагает безопасные карусели, как наземные, так и воздушные, спортивные и надувные батуты, катание на паровозиках, лодках и понициклах, захватывающие лабиринты. В локации Динопарк можно совершить путешествие во времени в эпоху динозавров. Дети могут познакомиться со свирепыми хищниками и безобидными гигантами, которые населяли Землю миллионы лет тому назад. Причем все они с элементами интерактивности. Они двигаются. Парк аттракционов «Сказка» — самый большой в Западном округе. Ну, и вишенка на торте истории про стремительное сползание Европы в клиническую олигофрению. Тут один финн, президент финский. Они так часто меняются, что я перестала, скажу вам откровенно, мучить себя запоминанием, как их зовут. Так вот он решил эту очередную неестестью, что-то такое. Он решил проэкзаменовать нашего начальника, внимание, на предмет знания им, начальникам русской культуры. Он так и сказал. Он сказал, что решил проверить господина Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Пушкина, величайшего российского поэта. И вот для того, чтобы выяснить, насколько президент России Путин Владимир Владимирович знаком с русской, внимание, культурой, финский президент не нашел ничего глубже, интереснее, чем великое, безусловно, стихотворение «Погиб поэт». Речь о знаменитом, знаменитейшем стихотворении Лермонтова «Смерть поэта», которое мы часто еще называем «Погиб поэт, потому что оно так начинается». Стихотворение, которое любой нормальный русский человек знает с детства, потому что его проходят в школе. И страшно был удивлен, что Путин знает это стихотворение и долго способен о нем рассуждать. Господин Путин говорил более получаса. Он знал об этом все. Для него это Россия. Россия в целом. Из этого, так же стремительно, как вся остальная Европа, движущаяся в сторону клинической олигофрении, финский президент с труднозапоминаемым названием, сделал один единственный вывод. Уникальный. Лучше все-таки с Россией не ссориться. Дружить, наверное, не очень получится, но как-то надо бы ладить. Ведь у них есть такое стихотворение, и президент это стихотворение знает. А мне только интересно, процитировал ли начальник этому финскому президенту вот эти строки из этого стихотворения, которые, я уверена, могли бы запасть ему в душу, если бы, конечно, не стремительное движение в сторону клинической олигофрении. А именно. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. Ну, а нам-то куда двигаться после этого? Точно не в сторону клинической олигофрении. Туда есть кому двигаться. Мы после этого естественным образом двигаемся в сторону моего телеграм-канала «Литература и история», где я публикую вопросы, первым, ответив правильно на которые, вы можете получить мою новую книжку «Водоворот» с автографом. Я буду счастлива вам ее выслать. А вопрос вот какой. Многие удивлялись, как это уцелел поэт Тихонов во время сталинских репрессий, несмотря на то, что были расстреляны многие его друзья и соратники, и он тоже проходил как участник заговора. Видимо, не случайно он написал эти, известные каждому строки. Поверьте мне, вы знаете эти строки. Какие самые известные строки написал уцелевший поэт Тихонов? Альпака Парк это место в Москве, где живут самые милые и дружелюбные животные на земле. Альпака. Они самые маленькие представители семейства верблюжьих, в основном питаются травой и сеном, имеют плотную густую шерсть. В парке 10 альпака двух разных парков.